В каком состоянии находятся городские автобусы, выясняли специалисты управления транспорта администрации города. Помимо соблюдения графика движения, участники рейда смотрели, насколько чисто в автобусах, включен ли автоинформатор, позволяет ли себе водитель курения за рулем и разговор по телефону. Сегодняшняя проверка нарушений не выявила, и это редкий случай. На сегодняшний день, то что мы посмотрели, все автобусы в принципе в удовлетворительном состоянии, замечаний нет. Больше всего обращение поступает на длительную стоянку на остановочных пунктах, то что водители допускают долгую стоянку. Но с этим тоже ведется работа и с руководителями автопредприятий, соответственно, не ведут работу с водителями. Сами горожане от автобусов не в восторге, главным образом от коммерческих. Особенно тяжело приходится летом, ведь кондиционерами оборудован только муниципальный транспорт. Частные перевозчики о комфорте пассажиров практически не заботятся. Кондиционеры установлены? Нет, не установлены. Жарко, конечно. Все, открываем, и все равно жарко. А как-то повлияет на эту ситуацию? Вы можете? Ну, хотел бы вентилятор ставить. У меня дома был, хотел бы поставить, сейчас не могу найти этот вентилятор. Летом жарко, зимой холодно, там постоянно так. Вот если бы кондиционеры бы работали, было бы намного круче, конечно. Есть такие остановки, на которых автобусы надолго задерживаются. Но в автобусах довольно чисто. Очень часто глохнут. Я сама с этим сталкивалась. Во-вторых, очень много нерусских водителей. Причем при мне было, когда останавливали водителя, и оказывалось, что у него нет прав. Помимо администрации города в рейды выходят органы госавтоинспекции. 3 июля во Владивостоке сотрудники полиции остановили для проверки один из автобусов на маршруте 7Т на остановке Боляева. После чего компания Кослар сняла несколько автобусов с этого направления. Они тоже действуют в рамках установленного законодательства, как самостоятельное управление. С администрацией они, соответственно, это не согласуют, потому что отдельная структура. В принципе, если они находят какие-то нюансы, да, и автобус снимают с линии, данный автобус всегда меняется другим автобусом с резервного фонда. Сейчас все автобусы вышли на линию. Ведется разбирательство, по окончанию которого станет ясно, кто прав, кто виноват и какие штрафные санкции грозят перевозчику. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.